Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или же у нас, хотя предшествующая буква имеет огласовку, но теперь буква Я сама не имеет огласовку, она стала сакунированной. Когда ученые этой науки увидели, что несмотря на то, что данные условия отсутствуют, но в таких словах Я или Вау заменен Алифом, для объяснения этого явления они сказали, что мы учли состояние буквы Я до передачи ее огласовки, дабы она имела огласовку, а также состояние предшествующей буквы после передачи огласовки. Дабы у нас была фатха предшествующая буква. Значит огласовка буквы Я до передачи и фатха предшествующей буквы после передачи. И в итоге у нас имеется условие замены буквы Я на Алиф. То же самое мы можем сказать и про букву Вау, например, Маквалун, Маквалун, затем Маквалун из передачи фатха буквы Якаф и наконец Маквалун, согласно этому правилу. То же самое, например, в глаголе Яхвафу, Яхауфу и Яхафу в итоге. Значит, Маквалун это мастерн ми-миюн, мастерн, то есть имя действия, образованное путем добавления в начале буквы Мим по модели Мафалун, значение основного мастера, основного мастера Аиша, то есть хаятан, жизнь, образован от глагола Ааша Яхишу в основе Аиша Яхишу в основе. Как мы видим, Ааша в основе Аиша, в основе это фиалун, сулясийун, муджарадун, гойрусахихин, гойрусальм, трехбуквенный глагол первообразной формы, то есть без добавления. Гойрусахихин, гойрусальм неправильный глагол, нездоровый глагол, так как его Айн, то есть его вторая корневая буква является слабой буквой, буквой Я. Такой глагол называют Аджвафу, то есть пустым глаголом, так как его середина, то есть его центр, свободный, скажем, пуст от здоровой буквы Аллаху Адам.